В ходе пресс-конференции, уполномоченной по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова отметила, что в прошлом году удалось провести первый этап обмена пленными. Вы знаете, что следующий раунд переговоров был 18 января 2018 года. Там, значит, что происходило на самой рабочей подгруппе. Мы обменялись мнениями о процессе. То есть, со своей стороны Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика выполнили все взятые на себя обязательства в количественном режиме и в списочном режиме. То есть, Донецкая Народная Республика передала 57 человек из 58 заявленных. Один человек отказался. По нашим, значит, договорам было 207 человек. К сожалению, количество было уменьшено. По факту мы получили 160 человек. По остальным нам были предоставлены справки об освобождении либо решения судов, либо акты помилования об амнистии, то, что люди изъявили желание остаться на территории Украины. Опять же, хочу подчеркнуть, люди не отказались от обмена. Люди, которые получили действительно официальное помилование, официальное, не люблю это слово, но тем не менее, процессуальное очищение, и которым уже правоохранительные органы Украины не имели никаких претензий, решили остаться на территории Украины по следующим причинам. У многих из них есть на подконтрольной Украине территории семьи. То есть, соответственно, приезжать в Донецк и начинать все заново, если, в принципе, там правоохранительные органы не имеют никаких претензий, люди изъявили желание участвовать в обмене, но остаться на подконтрольной Украине территории. Некоторую часть людей мы действительно смогли найти и убедиться в том, что они находятся у себя дома и никаких претензий, в принципе, к ним сейчас не предъявляют. Остальная часть людей до сих пор осталась неподтвержденной, но мне искренне хотелось бы верить, что эти люди все-таки находятся на свободе. Некоторых пленных, да, действительно, они попали под акты помилования. Это те пленные, которые были осуждены. Те, которые были на судебном рассмотрении, либо на досудебном следствии, им поменяли меру пресечения под домашний арест. Что означает, как только люди 27 декабря переехали за линию разграничения, автоматически они уже не могут вернуться, многие из них, отметиться в том РУВД, где это нужно, и приостановленное возбужденное дело будет заново открыто. Более того, я разговаривала со многими пленными, и ребята, в принципе, готовы были бы ехать, отмечаться, ехать, как бы судиться с ними дальше, то есть доказывать свою правоту. Но проблема в другом. Почему я спросила за документы? Многим из освобожденных не вернули документы, удостоверяющие личность. То есть даже если человек и хочет выехать на территорию Украины, чтобы доказать, либо закрыть все свои правовые вопросы на той территории, они это не могут сделать физически. Соответственно, как только первая отметка у вас, я так понимаю, должна была быть через месяц, как только первая отметка будет нарушена, приостановленное уголовное дело будет заново возбуждено. На пресс-конференции присутствовали и бывшие военнопленные, которые рассказали, за что их задержали украинские силовики. Я из города Одесса. После событий 2 мая я принял решение и поехал в Донецк помогать бороться против беспредела, который происходит сейчас на территории Украины. Прослужил год, после этого поехал к семье в Приднестровье. На территории Молдавии был задержан молдавскими спецслужбами и незаконно передан СБУ на территории Молдавии, и они меня провезли уже в Украину. Содержался год на Одесском СИЗО, был осужден на 12 лет и отправлен на Западную Украину, город Драгобыч, отбывать наказание на крытой зоне. Удовольствия мало, я вам скажу вот так вот. Что сами делали? Как вас задерживали? Меня когда задержали, про такие вещи не рассказывают, потому что это страшно, я не хочу никого травмировать. На меня оказывали полное психологическое, физическое воздействие. Поступали угрозы в адрес всего святого, что есть в жизни каждого нормального человека. Также Дарья Морозова рассказала о готовящемся втором этапе обмена пленами. Украинская сторона четко делит людей на категории, чего не делает ДНР. Категории, такие как особо тяжкие статьи и не связанные с антитеррористической операцией. Предыдущий обмен 27 декабря доказал, что это на самом деле не подлежит реальности, поскольку в списки попали те люди, которые раньше относились к категории не о том, не связанные с антитеррористической операцией. И попали те люди, которые обвинялись по особо тяжким статьям. Поэтому я не вижу никаких препятствий в скором времени произвести второй этап обмена. Тем более, что мы к нему уже полностью готовы.